Доброе утро, дорогие братья и сестры, друзья! Мы вновь продолжаем говорить о вере, о религиозном опыте и как простым, обыденным, рассудочным языком говорить о самом важном, о самом непередаваемом в человеке, о его религиозном опыте. И, наверное, в том здесь и все дело, что опыт этот действительно почти непередаваем, что как только пытаешься излагать его словами, получается совсем не то. Но получается порой что-то холодное, тусклое и даже отвлеченное. И вот почему такими нудными так часто кажутся и все споры о вере и религии. И при этом с обеих сторон так редко в этих спорах, в этих дискуссиях договариваются или доходят до главного. И не потому ли в Евангелии, в Евангелии от Матфея, 18 глава, 3 стих, сказаны такие слова, удивительные слова Христа? «Будьте как дети». Что это может значить? Ведь вся наша цивилизация направлена на то, как раз на то, чтобы детей сделать взрослыми, такими же умными, рассудочными, прозаическими существами, как мы сами. Не рассчитаны ли все наши доказательства, рассуждения и споры именно на этого взрослого, для кого детство только и всего лишь время роста, подготовки, время изживания именно детства в самих себе? «Ну вот, будьте как дети», – говорит Христос. И еще. Это тоже в Евангелии от Матфея, только 19 глава, 14 стих. «Не мешайте детям приходить ко мне». И если так сказано, то нам, верующим, незачем стыдиться несомненной детскости, присущей самой религии и всякому религиозному опыту. Не случайно первое, что мы видим, входя в храм, – это образ именно ребенка, образ юной матери с ребенком на руках. Точно это самое главное в Христе, точно церковь заботится, чтобы мы не забыли об этом самом первом, самом важном явлении божественного в мире. Но та же церковь далее утверждает, что Христос – Бог, мудрость, мысль, истина. Но все это сначала, прежде всего, явлено в образе этого ребенка. Точно именно это явление – ключ ко всему остальному в религии. И давайте спросим себя, что же значит, что могут значить эти слова «будьте как дети». Вряд ли, во-первых, это значит какое-то искусственное опрощение, какое-то отрицание роста, образования, накопление роста, развития. То есть всего того, что мы называем в детстве подготовкой к жизни – умственным, душевным и физическим созреванием. И про самого Христа сказано в Евангелии, что Он возрастал в премудрости. Следовательно, «будьте как дети» никак не означает какого-то инфантилизма, то есть противопоставление детства взрослости. Это не означает, что для того, чтобы воспринять религию или религиозный опыт, нужно стать каким-то просточком. Или еще грубее можно сказать – дурачком. И я настаиваю на этом, потому что так говорят, так понимают религию ее недоброжелателей. Они сводят ее к сказкам, басням и выдумкам, на которые только дети или взрослые дети, недоразвившиеся люди, могут клюнуть. Но что же тогда означают слова Христа? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала задать другой вопрос. Вопрос не о том, что приобретает человек, становясь взрослым, ибо это ясно и без слов, а о том, что теряет он, выходя из детства. Ведь нет сомнения в том, что он именно теряет что-то, такое единственное и драгоценное, что потом всю жизнь вспоминает о детстве, как о потерянном рае, о некоем золотом сне, с концом которого жизнь стала печальнее, пустее, страшнее. Я думаю, что если бы нужно было бы определить это что-то одним словом, то слово это было бы целостность. Ребенок не знает еще этого раскола жизни на прошлое и настоящее и будущее, этого печального опыта, утекающего без возврат на времени. Он весь в настоящем, он весь в полноте того, что сейчас, будь то радость, будь то горе, он весь в радости, и потому говорят о детском смехе и о детской улыбке. Он весь в горе и отчаянии, потому что говорят о слезах ребенка, потому так легко, так неудержимо он и плачет, и смеется. Ребенок целостен, не только в отношении ко времени, но и ко всей жизни. Он отдается весь, отдается всему, он воспринимает мир нерассудочно, не аналитически, не каким-либо одним из своих чувств, а всем своим существом без остатка. Но потому и мир раскрыт ему во всех своих измерениях. Если для него звери говорят, деревья страдают или радуются, солнце улыбается, а пустая спичечная коробка может чудесно засиять, как автомобиль или аэроплан, или дом, или что угодно, то это не потому, что он глуп и неразвит, а потому, что ему в высшей степени дано и открыто это чувство чудесной глубины и связи всего со всем. Потому что он имеет дар полного слияния с миром и с жизнью. Потому что вырастая, мы действительно безнадежно теряем все это. Теряем прежде всего вот эту самую целостность. Мир постепенно распадается в нашем уме и сознании на свои составные элементы. Но вне этой и глубинной связи между собою все они, все эти элементы становятся только собой. И став только собой, становятся ограниченными, плоскими, пустыми и скучными. Мы начинаем все больше и больше понимать и все меньше и меньше воспринимать. Мы начинаем знать обо всем, но уже ни с чем не имеем настоящего общения. Но ведь это чудесная связь всего со всеми, это возможность во всем увидеть другое, это способность к полной самоотдаче, слиянию, это внутреннее открытие, это доверие ко всему. Ведь все это и есть суть религиозного опыта. Это есть чувство божественной глубины, божественной красоты, божественной сущности, всего. Это и есть непосредственный опыт Бога, наполняющий все во всем. Само слово «религия» по-латыни означает «связь». Религия не есть одна из частей опыта. Она есть одна из областей знаний и чувства. Религия есть именно связь всего со всем. И потому, что последняя правда обо всем. Религия – это глубина вещей и их высота. И религия есть свет, льющийся из всего, но потому и все освещающий. Религия есть опыт присутствия во всем, за всем и надо всем той последней реальности, без которой ничто не имеет никакого смысла. Это целостная божественная реальность и постигается только целостным восприятием. И вот это-то и значит – будьте как дети. К этому и призывает Христос, когда говорит, что «кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него». Эти слова в Евангелии от Марка, 10 глава, 15 стих мы слышим. И если увидеть, захотеть, почувствовать, воспринять Царство Божие, это и значит увидеть эту глубину вещей. То, о чем они в лучшие минуты нашей жизни нам вещают. Тот свет, который начинает длиться из них, когда мы возвращаемся к детской целостности. Субтитры создавал DimaTorzok